Трагедия и чудо, Александра Пахмутова выжила после ужасной авиакатастрофы. Вчера произошла одна из самых трагических авиакатастроф в истории России. Частный самолет советского композитора Александра Пахмутовой потерпел крушение на юге страны. Первоначально предполагалось, что нет выживших, но, к удивлению всех, спасатели обнаружили единственного выжившего, саму Александру Пахмутову. Самолет, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, потерял связь с диспетчерской и исчез с радаров неподалеку от города Тамбов. Экипажи спасателей сразу же вылетели на место предполагаемого крушения. Местность, где был зарегистрирован последний сигнал от самолета, представляла собой густые леса и болотистую местность, что значительно затруднило поиск и спасательные операции. После нескольких часов активного поиска, спасатели обнаружили обломки самолетов, удаленные от населенных пунктов местности. На месте катастрофы были обнаружены тело пилота и пассажиров, и все они были без признаков жизни. Казалось, что среди них нет шансов на выживание, но, несмотря на это, спасатели продолжали свою работу, надеясь обнаружить хоть какие-то признаки жизни. Каждая минута казалась бесконечностью, когда вдруг один из спасателей услышал слабый стук из-под обломков самолета. Это было чудо. Спасатели начали тщательно расчищать обломки, и вскоре они обнаружили Александру Пахмутову. Она была сильно пострадавшей, но сознание у нее было на месте. Спасатели немедленно оказали первую помощь и эвакуировали ее из опасной зоны. Александра Пахмутова была доставлена в ближайшую больницу в тяжелом состоянии. Врачи боролись за ее жизнь, проводя сложную операцию и предоставляя всю необходимую медицинскую помощь. Медицинская команда отметила, что Александра Пахмутова обладает удивительной жизненной силой, что помогло ей пережить столь тяжелое испытание. Пресс-служба композитора подтвердила информацию о ее выживании и сообщила, что она находится в стабильном состоянии. Семья и близкие поблагодарили всех, кто участвовал в поисково-спасательной операции и оказал поддержку в этот сложный момент. Катастрофа самолета потрясла всю страну. Александра Пахмутова не только талантливый композитор, но и выдающаяся личность, которая оставила неизгладимый след в истории российской музыки. Ее произведения проникают в душу каждого слушателя, а ее творчество было отмечено многочисленными наградами и заслуженно признано национальным сокровищем. Сегодня страна молится за здоровье Александры Пахмутовой и ждет ее восстановления. Ее выживание стало настоящим чудом, которое восхищает и вдохновляет миллионы людей. Мы верим, что она справится с этим испытанием и вернется к своей творческой деятельности, чтобы радовать нас новыми шедеврами. Весь мир желает скорейшего выздоровления Александре Пахмутовой, и ее имя будет навсегда оставаться символом силы духа и непреодолимой веры в чудо. После нескольких тяжелых недель борьбы за жизнь, состояние Александры Пахмутовой стабилизировалось, и она начала свой путь к полному выздоровлению. Врачи удивляются ее силе и жизненной энергии, которая помогает ей справиться с трудностями реабилитации. Множество ее коллег и поклонников, включая известных артистов, политиков и общественных деятелей, выразили свою поддержку и пожелали скорейшего выздоровления. Многие призывают помолиться за здоровье композитора, уверены, что ее талант и доброта заслуживают поддержки и помощи в трудные моменты. Творчество Александры Пахмутовой всегда вдохновляло и приносило радость миллионам людей. Ее песни стали гимнами поколений и навсегда останутся в сердцах многих. Многие исполнители стремятся к сотрудничеству с великой композиторкой, чтобы привнести ее уникальные мелодии и лирику в современную музыку. В ответ на всемирную поддержку Александра Пахмутова передала послание своим поклонникам и всем, кто переживает за ее здоровье. Дорогие мои друзья! Ваши слова поддержки и добрые пожелания – моя главная сила и опора. Я благодарю каждого из вас за вашу любовь и тепло. Это чудо, что я осталась жива, случилось благодаря вашим молитвам и поддержке. Я обязательно вернусь и буду радовать вас своей музыкой. Спасибо вам за вашу веру в меня и мои творческие силы. Я ценю каждого из вас и обещаю, что стану только сильнее. Этот прекрасный момент, когда Александра Пахмутова вышла на путь выздоровления, стал поворотным для всей страны. Она стала символом надежды и преодоления трудностей, несмотря на все преграды. Миллионы людей ежедневно следят за новостями о ее состоянии и верят в чудо выздоровления. Коллективы различных творческих объединений и организаций решили провести благотворительные концерты и мероприятия, вырученные средства которых будут направлены на поддержку Александры Пахмутовой в процессе ее реабилитации. Многие исполнители и звезды готовы выступить бескорыстно, чтобы помочь коллеге и другу. Жизнь Александры Пахмутовой – это не только бесценный вклад в мировую музыкальную культуру, но и яркий пример живой легенды, которая смогла преодолеть смерть и вернуться к жизни. Ее история стала настоящим вызовом судьбе и вдохновляет нас всех быть сильными и верить в свои силы. Каждый день приносит новые надежды на скорейшее выздоровление Александры Пахмутовой. Ее семья и близкие благодарны всем, кто поддерживает их в этот нелегкий период. Страна молится за свою любимую композиторку, желая ей сил и терпения на пути к выздоровлению. Верим, что Александра Пахмутова снова подарит миру свою музыку и вдохновение. Ее имя станет вечным символом силы духа и несгибаемой веры в себя, которую можно воспитать только истинным талантом и любовью к жизни. С каждым днем состояние Александры Пахмутовой улучшалось, и она начала проходить реабилитацию под наблюдением опытных специалистов. Медицинская команда восхищалась ее силой воли и решимостью справиться с трудностями. Шаг за шагом она возвращалась к своей нормальной жизни и творчеству. Музыка стала основным источником вдохновения для Александры во время реабилитации. Она не только слушала музыку других исполнителей, но и начала сочинять новые мелодии прямо в голове. Пианино, стоявшее в ее палате, стало ее верным спутником, помогая выразить эмоции и чувства, которые переполняли ее душу. Множество коллег и друзей приходили навестить Александру в больнице, поддерживая ее и даря свою любовь. Известные артисты и музыканты проводили в ее честь музыкальные вечера, исполняя ее самые известные композиции. Каждый такой концерт становился своеобразным музыкальным молитвенным кругом, направленным на выздоровление композитора. Одним из самых замечательных моментов в процессе выздоровления стало возвращение Александры Пахмутовой на сцену. Величайшие музыкальные залы страны были готовы принять этого выдающегося композитора и исполнителя. Ее возвращение на сцену стало важным событием для всего музыкального мира, и все ждали этого момента с нетерпением. Вечером 24 июля 2023 года в одном из знаменитых концертных залов Москвы состоялся музыкальный вечер «Восход Александры», посвященный творчеству и триумфальному возвращению композитора на сцену. Зал был полон до отказа, и каждый зритель держался за каждую ноту, исполненную Александрой Пахмутовой. Ее фортепиано зазвучало на сцене, и словно волшебством, весь зал окуталось ее музыкой. Она исполнила свои самые знаменитые произведения, а зрители слушали, будто бы впервые услышали эти мелодии. Силуэт Александры был окружен атмосферой восхитительной энергии и невероятного творческого вдохновения. По окончании концерта зал поднялся в одно могущество оваций. Эмоции переполнили всех присутствующих, и слезы счастья текли по щекам зрителей. Это был момент, который надолго останется в сердцах истинных ценителей музыки и всей страны. Александра Пахмутова снова вернулась на вершину своего творчества, преодолевая трагедию и борясь с невзгодами. Ее история стала примером для многих, показав, что сила воли и вера в себя способны преодолеть любые преграды. Творческая жизнь композитора продолжается, и она обещает радовать своих поклонников новыми произведениями. Ее имя станет символом бесконечного таланта и духовной красоты, которые навсегда останутся в сердцах людей. Весь мир гордится Александрой Пахмутовой и называет ее истинной героиней. Ее творчество будет жить вечно, а ее сильный дух будет вдохновлять население на подвиги и свершения. Мы благодарим судьбу за то, что сохранила эту яркую звезду нашей музыкальной истории. Субтитры создавал DimaTorzok